Здоровье. То, что мы ощущаем каждую секунду пребывания в этой жизни. Здоровье. Оно есть или его нет? Хотя, если ничто не болит, значит, что и не живешь. Здоровье потерять – 3 секунды дело. Восстановить? А вот это не всегда и возможно. Речь в серии сюжетов о крупнейшем стоматологическом центре Агат пойдет у нас о том, что можно сделать с нуля. Восстановить утраченные зубы. Методом установки имплантов. Тема эта весьма актуальна для каждого первого жителя планеты Земля. Так как разно или поздно, но зубы-то мы теряем. Теряемое качество жизни. Но качественно выполненная работа по установке импланта с последующим протезированием возвращает возможность есть привычную пищу. В свое время была даже такая дискуссия. Можно ли проводить имплантацию, зубную имплантацию при парадонтозе? И вначале были такие взгляды, что, в общем-то, нет, что нежелательно, потому что идет процесс атрофии кости, костная ткань уходит, зубы остаются, оголяются, из-за этого они расшатываются и все. То есть, как бы, основным принципом считалось, ну, что вся причина в том, что уходит кость. Но в дальнейшем, когда пересмотрели немножко некоторые взгляды, вот, немножко получили дополнительные материалы по исследованию, выяснилось, что, оказывается, кость уходит не просто так. Кость уходит, кость может уходить, вот эта челюсть, она может уходить в двух случаях. Либо, если она не нагружена, либо, если она перегружена. То есть, та самая ситуация, если у человека есть 32 зуба, в идеале, да, и он, каждый зуб имеет свою, в общем-то, нагрузку, свой определенный предел нагрузки, и каждый зуб имеет свое функциональное значение. Ну, понятно, да, резцы для того, чтобы резать, то есть, откусывать. Значит, клыки, боковые, малые коренные зубы, для того, чтобы, значит, передвигать пищевой комок дальше под большие коренные зубы, большие коренные зубы, для того, чтобы уже растирать, раздавливать вот этот пищевой комок, формировать пищевой комок уже из вот этого пищевого полуфабриката, оказавшегося в полости рта. Вот. Поэтому каждый зуб имеет свой, абсолютно, как бы, ресурс, свой запас прочности и свое функциональное предназначение. Как только мы удаляем какой-то зуб, это же не значит, что мы сразу начинаем хуже жевать или хуже, там, питаться, там, еще. Нет, ну, нет одного зуба, да и Бога ради. Вот. Просто вот та нагрузка, которая жевательная, она все равно остается той же самой. Но она перераспределяется на 160 зубов. Почему нам иногда приходят люди и говорят, вот у меня остались передние зубы, я только ими и жую? Мы начинаем объяснять. Уважаемый товарищ пациент, вы не жуете зубами передними резцами, вы ими все равно только откусываете. А дальше вы просто его мнете. То есть доводите до какой-то определенной консистенции, чтобы его можно было проглотить. То есть обрабатывается все равно давлением, но уже не так качественно. И вот получается, что, когда вот пришли к выводу, что когда выяснили, что кость начинает уходить только в том случае, если нет нагрузки или она перегружена, выяснилось, что оказывается, если мы даже при парадонтозе ставим человеку имплантаты и восстанавливаем, ну, естественно, делаем ортопедическую конструкцию, то есть у человека появляется больше, скажем так, жевательная поверхность, она увеличивается, то вот этот процесс рассасывания костной ткани, процесс оголения зубов своих, он замедляется. И более того, даже иногда бывает так, что мы видим, что на оставшихся зубах на своих, особенно если не очень хорошее лечение, особенно если не очень хорошая гигиена, на своих зубах он продолжается, а на имплантатах нет. То есть идет реальное торможение вот этих вот нехороших атрофических процессов в челюсти. И тут надо сказать, что специалисты стоматологического центра АГАТ и руку набили, да и опыт, толгогол какой имеют. Несколько сотен протезов в месяц, вот примерный объем работы. Для них реального нет невозможного. Если возникает вопрос, что делать, если зуб невозможно вылечить? Если вдали от дома вы вынуждены его вырывать, выбили в драке или подушкой безопасности, выбитое не выкидываем, потом отсканируем, поставите имплант и дальше будете сиять ровной улыбкой. Это, конечно, шутка, но ноль-то правда есть. Постановка имплантатов на сегодняшний день решает одну очень серьезную и важную проблему. Любое протезирование, любое протезирование, оно всегда связано с элементом привыкания. То есть как к любому протезу. Ну, понятно, да, мы первый раз одеваем очки какие-то, мы все равно как-то адаптируем, потому что это немножко другое, это изменение нашего качества. Вот, мы, извините меня, новую обувь одеваем, мы все равно как-то привыкаем. То же самое и здесь. То есть делаю человеку протезы, в какой-то момент нужно привыкать. Но, к сожалению, в силу ряда анатомических причин, если к верхним протезам, протезам верхней челюсти, люди привыкают достаточно быстро, ну, при условии, что все сделано хорошо, то к протезам на нижней челюсти привыкают плохо. Потому что анатомия нижней челюсти такова, что без дополнительной фиксации, если нет совсем зубов на нижней челюсти, протезы держатся очень плохо. То есть вот есть такое расхожее выражение, вот протезы на присосках. Дело все в том, что никто специальных никаких присосок не делает. Просто-напросто анатомия верхней челюсти такова, что если правильно сделан протез, то он сам создает вот этот клапан. И он сам как бы присасывается. И это действительно есть. На нижней челюсти этого никогда не происходит, потому что форма нижней челюсти не позволяет создать клапан. И если у человека очень долго не было зубов, и там произошла атрофия костной ткани, то практически протез просто лежит на слезистой. Естественно, никакой фиксации нет. Отсюда вот все вот эти вот, скажем, жалобы людей, что протез не держится, что он вылетает при разговоре, что он вылетает при идее, что, ну, одни страдания от него. Так вот, имплантаты позволяют на сегодняшний день создать дополнительные ретенционные пункты, за которые этот протез может фиксироваться. То есть при полной адентии, если у человека вообще нет зубов, мы можем создать либо съемную конструкцию с дополнительной фиксацией, либо условно съемную, то есть больше ставится имплантат, а фиксация увеличивается, либо несъемную конструкцию. По разработкам импортных коллег, в частности, профессор Кокачи, четко установлено, что для того, чтобы создать абсолютно полностью несъемную конструкцию на беззубых челюстях, значит, на верхнюю челюсть достаточно поставить 8 имплантатов, на нижнюю достаточно поставить 6 имплантатов. И это будут несъемные зубы. То есть они будут, конечно, искусственные, вставные, но это несъемные. Человек будет жевать. Теперь о том, как это работает и чего бояться совершенно не нужно. Редкий человек не имеет представления о швах. Кожа и ткани сшиваются и зарастают. Качественный имплант не имеет реакции с хважей тканью. Лучше всего, если он еще и устанавливается сразу после удаления зуба, пока есть еще куда ставить. Имплант – это маленький такой анкерный болт, который фиксируется разжиманием посадочного места. И уже после определенного времени на него ставится протез зуба. Естественно, такой зуб не предназначен для открывания пивных бутылок, перекусывания проводов и дробления грецких орехов. Но жить-то полноценной жизнью можно. Что касается цены за работу, то здесь в томатологическом центре Агат в космонавтов не играет. И цена сопоставила с одной месячной зарплатой или компьютером приличной комплектации. При этом срок службы – это не год навороченного сотика и не пять лет выше озвученного компьютера. Кстати, чтобы понять, здесь часто восстанавливают полностью утраченную природную картину в 32 зуба. Представьте себе, вся и верхняя, и нижняя челюсть на имплантах. Вот такие чудеса делаются специалистами стоматологического центра Агат.